всем привет друзья с вами райзум смотрим бой между игроками танк и сайфос танк играет за графство вампиров представляет клан via militer а сайфос играет под никома retired фосс представляет клан одм играет за темных эльфов этот бой прошел в рамках варбант лиги возможно вы удивитесь сейчас увидев билды против билды игроков не удивляйтесь у этой лиги есть определенные правила такие как например запрет на использование легендарных лордов правило номер один второе это запрет на использование знаменитых отрядов третье правило это использование одного и того же билда в серии игр это третья сейчас игра между сайфосом и танком они до этого сыграли 11 эти же билды были в первой и второй игре я решил посмотреть третью игру так как игроки уже знают что друг от друга ожидать уже имели опыт и победы и поражения против такого билда против билда своего оппонента и сейчас мы увидим чему они научились и какую тактику они применят для того чтобы победить билд когда которым они уже знают заранее и так танк взял у нас вышел вампира драконов крови у него есть шлем раздора оживление мертвых заклятие на хика заразное дыхание и все ну и mount естественно зомби дракон есть два отряда варгейстов есть у нас черный рыцари рыцари крови еще отряд черных рыцарей вообще толпа всех два я вижу короля мертвеца у одного скоп скрат и у другого тоже скоп скрат что еще у нас зомби пять отрядов вижу я копейщики два отряда два отряда воинов скелетов еще скелеты тут да да еще воины скелеты вроде все у сайфоса него верховная чародейка смерти на мантикоре у нее есть похищение души похищение жизни тут мы видим сколько отрядов три отряда темных всадников с много зарядными арбалетами два отряда колесниц бичевателей есть кровавая медуза есть у нас герой ассасин кейна у ассасина кейна взята способность паутина теней на снижение скорости три отряда пираты черного ковчега с арбалетами один отряд рыцарей на хладнокровных два отряда темных всадников и два отряда копий ужаса интересно вообще забавно видеть другие билды от игроков по крайней мере от темных эльфов потому что темные эльфы обычно играют через коробочки когда ты берешь воздух становишься коробочки стражи где-нибудь далеко и убиваешь противника но как я уже говорил оба игрока ограничены в своих билдах хотя коробочку ничего не запрещает взять тут уж не знаю почему сайфос решил именно так сделать сразу фокусит некроманта видимо в прошлой игре были проблемы с некромантом определенные поэтому сайфос уже знает кого нужно обстреливать медуза посмотрите за выстрел сколько убивает два выстрела сделала 47 или 1 судя это был один выстрел 47 сразу фрагов вот это жесть 9 груза очень много делает фрагов за выстрел конечно это мусорная пехота в основном до зомби и воины скелеты но тем не менее мне очень нравится как она здесь обстреливает врагов бедные варгисты им конечно тяжело здесь будет отряд сильный в плане урона но очень слабый в плане живучести его легко подфокусить естественно темный эльф драться не собирается будет кайтить варгисты садятся на пиратов черного ковчега могут сейчас получить фокус от кого-нибудь сразу уходят до кони пытаются прогнать неплохой чарж в принципе был бы если бы варгисты получили сейчас по горбине так почти почти все хорошо идут смотреть половины хп нет постепенно отходят сайфас обстреливает естественно что еще ждать чарж зомби назад сразу уходит темный эльф принципе можно не бояться пехоту постоянно чаржить вампиров если совсем уж и рядом прикрытия не будет то вампир вряд ли на это за это накажет далековато вышли варгисты можно получить фокус если сайфа сейчас реагирует есть похищение души очень будет больно и неприятно ага сковскрат но прошел мимо сковскрат в этот раз но там еще будет один в итоге тут вампир снова будет ждать пока противник ошибется или же пока у него не закончится стрелы рыцари крови чуть вперед вышли попытался их поймать темный эльф не получилось здесь сейчас зомби собирают снаряды естественно вампир выводит вперед самые дохлые войска для того чтобы самый не самый дохлый а самые дешевые войска ну и в том числе самые дохлые для того чтобы собрать все стрелы медузу медуза уже 123 фрага тут 300 фрага вообще легко будет напить учитывая количество юнитов в отряде у вампира чарж зомбей темный эльф так и будет играть чарж отбежал чарж отбежал фокус черных рыцарей фокус рыцарей крови фокус будет варгейста вот варгейстов здесь хорошо бы просадить да и рыцарей крови и все ее темный эльф будет в шоколаде из теста вампир эти отряды держат позади улучшенное заклятие на хика для того чтобы вылечить варгейстов ассасина дальность до 70 это маловатая дальность черный рыцари под что попались под способность ассасина нет тут похищение души а здесь я этому здесь способность ассасина будет еще не души и яд очень неприятно для танка под скоп скрат смотрите как хорошо стоят и сейчас если танк достанет скоп скратом можно отрядик то потерять все сайфас очень рисково здесь становится естественно у него выбора нет быстро все расставлять возможности нет потому что танк все время наступает и не дает ничего сделать и у сайфаса большое количество отрядов стрелять может только на ближней дистанции тем не менее об скоп скрат смотрите какой вот это да всего скоп скратов 6 танка соответственно вот этот весь line состоящий из арбалетчиков с копии ужаса можно весь закоцать лучники арбалетчики не так страшны на самом деле почему потому что их мало если вы видите здесь 75 стрелков арбалетчиков стандартных темный панцирь или как они называются их пом 90 если я правильно помню должно быть и должно быть 90 вот а здесь 45 соответственно стрел здесь меньше намного и арбалетчики не так уж страшны для вампира в этом плане вперед выходит короли мертвецы готовят опять свои скоп скрат и обстрел кого варгейстов о варгейсты гоняют колесницы нифига себе тут как бы как бы не встрять ага сразу фокус от сайфаса опа кровавая удаль интересно будет ли сейчас сайфас ее реализовывать пойдет ли он ближний бой кровавая удаль замечательный бонус для тех кто не видел где она вот она действует да ё-моё усиление натиска плюс атака в ближнем бою плюс а урон еще от бронебойных выстрелов плюс дисциплина плюс запас понятно тогда и в ближний бой то не особо и нужно идти главное реализовать этот урон от бронебойных выстрелов попадая в дорогие цели они стреляя по дешевым чаш нет почти это не чарше это попытка поближе подойти чтобы противника застрелить застрелить некроманта уже никто не пытается отстрелить он-то в толпе бегает и уж что взлетают фаргейсты так влетели но еще смогут окружить сзади сбегают рыцари на хладнокровных аргейсты могут не уйти можно с ними принципе попрощаться возможно одна моделька здесь влетит но это конечно очень неприятно сразу со спины их заперли хотя это неплохой еще байт на дыхание был бы но дыхание вошло в основном по темным всадникам а темные всадники самый дорогой отряд ох ты медуза попала по высшему вампиру дракона в крови он еще словил похищение души еще ловит фокус от 2 арбалетчиков арбалетчики находится далеко поэтому они не очень хорошо попадают противнику веду за уже практически 300 убийств набрала но неплохо неплохо от изначального количества он вампира какое какая куча была стрелка заканчиваются пошел реген заклятие нафика усиленное скоро снаряды закончится придется драться в ближнем бою насколько у нас готов вам ближнем бою про потерял практически половину своих войск но это в основном это мусор типа зомби да потому что воины скелета остались ну да посмотрите было 5 отрядов зомби здесь осталось 233 можно уже не считать по сути два отряда осталось зомби соответственно потеря зомби три сотки 300 350 зомби здесь погибло от этого числа абсолютно не страшно колесницы ворвались колесницы могут уехать у темных эльфов колесницы бичеватели очень хороший юнит потому что они не только является не только юнитом дальнего боя но отличным юнитом ближнего боя из-за своего хорошего веса то есть они не застревают так сильно во вражеских юнитах как обычно застревают другие более легкие колесницы снова чарж снова передумал кстати скопскраты я интересно пропустил или нет что-то я не обращал внимание были они возможно пустил я думаю и дал там бы еще скопскраты учитывая как его противник постоянно становится еще один призванный отряд зомби и многовато я думаю танк слил ветров на заклятие нехика здесь о некроманта фокусят и колесницы фокусят некроманта и приятно скопскрат пошел все началось начал начался решающий этап снаряды практически закончились некромант сейчас умрет похищение души на него бросили будет ли заклятие нехика скорее всего не будет как я уже говорил это третий бой соответственно ну и вероятнее всего из-за некроманта сайпас проиграл первый бой я думаю или считает что некромант убить хорошая идея на самом деле это очень хорошая идея потому что я что мне сказал что что у некроманта было у некроманта была очень важная тема повелитель мертвых и нечистый камень притяжения и вегар мортистой с некромант восстанавливает 6 очков здоровья большой дает большую ауру и естественно его убить очень очень важно 7 некромант умер а неприятно очень приятная ситуация для танка тем не менее еще не все так страшно есть еще два короля мертвеца есть еще варгейсты есть еще черные рыцари и рыцари крови есть а рыцари крови это вообще супер-пупер элитная кавалерия если кто-то из крупных под них попадет не могут отлететь прям моментально чё за способность понятно драться не хочет естественно верховная чародейка некоторое количество снарядов оставил сайфос но и правильно вообще на его вместе стоило бы хотя бы чуть-чуть оставить если вдруг чародейка попадет просак или удастся подойти практически в упор к высшему вампиру дракона в крови и дать залп и дать залп тут начинается беготня кстати у ассасины еще снаряды есть ухты опасное дело ага медуза встряла отошла чуть далеко вампир сразу спустился на нее что у нас по рыцарям крови рыцари крови сейчас подставит свою спину по темных всадников или нет 30 крови проходит сквозь свои ряды поэтому ничего страшного с ними не будет здесь медуза все дозу попала и сейчас рыцари крови окружают хотя она может еще уйти здесь два залпа есть у темных всадников можно в упор дать в залп по рыцарям крови стать как-то коряво они пошли что это у нас здесь это паутина теней это способность ассасина нанесение урона бойца о как только он отходит со своей паутиной а зря можно же было уродать или она действует то есть ее накинул видимо и она начинает действовать паутина теней и бить всех дракон идет убить медузу которая тут застряла здесь не же держится за счет двух королей мертвецов некромант умер но два еще героя живы и это спасает вампира текущей ситуации будет здесь некромант у эльфа бы вообще не было шансов видимо потому что тут бы все регенилось просто жесть как быстро чародейка спустилась убивать королей мертвецов пешек а короли мертвецы могут спрятаться принципе в толпе своей пехоты и без проблем жить посматриваем на медузу медузу сейчас будет провожать рыцари крови и и право право и проводят вампир вернется естественно назад для того чтобы драться вы равны бой идет драться чародейку ну под ассасином под стрелками конечно же можно без проблем драться что это у нас за дебафчик у наша это шлем раздора все это шлем раздора собирается дуэлица здесь танк смотрим характеристики 11 10 характеристики верховной чародейки ё-моё против 52 на 36 естественно сайфос не собирается с таким дебафом устраивать дуэли садится на ассасина дракон тут можно чуть пострять хотя уже у противники не остается отрядов для того чтобы что-то сделать возвращаются рыцари крови забивают на медузу давно уже пора появляется еще один отряд зомби здесь дракон уходит драться он не хочет шлем раздора перестал действовать летят сюда рыцари крови если бы рыцари крови поймали бы верховную чародейку ух как бы это было больно будет удар не удалось на ролить атаку в принципе можно будет сейчас убить ассасина как бы самого не встрять кавалерия идет запирать контр чаши от рыцарей крови рыцари крови спасут естественно высшего вампира сейчас это могут сами подстрять если в них еще колесницы ворвутся колесницы врывается в пехоту в основном в призванных существ рыцари крови опрокидывают опрокидывают темных всадников здесь продолжается дуэль теперь у высшей чародейки характеристики уже получше 1700 хп здесь 830 чародейка решает не играть в казино подойти ближе успевает танк среагировать на залп от пиратов и увернуться от этого снаряда снова чарж наролил атаку высший вампир будет ли еще одна возможно шлем раздора сейчас перезарядиться колесница отступает еще одна атака на роли на у высшего вампира остается совсем мало хп по сути одна тычка чародейка не выдерживает и отступает гг очень близко игра на самом деле очень близко игра но это интересный матч потому что оба игрока знали что их противник возьмет здесь в этом третьем бое оба игрока знали как действовать прикольно такое наблюдать интересные правила конечно здесь легендарных лордов мы не увидим но зато смотрите какой вы ли у чародейки нифига себе давайте пойдем пройдем по танку с капскрат и кстати не так уж много набили как казалось бы могут набить учитывая что их три и враг все время становился в линию но от пехоты чё ждать хотя 800 солидно солидно рыцари крови как всегда молодцы варгейсты посмотрите варгейсты собирали стрелы весь бой высшая чародейка я думаю окупилась отличный вылью ассасин неплох неплох здесь нормально все кавалерия не лучшим образом себя показала арбалетчики посмотрите ё-моё по 1500 вылью и колесницы даже лучше чем колесницы медуза столько фрагов так мало выли но медуза все пехоту убивал на самом деле как убийство пехоты принципе она неплоха хотя вот по количеству денег которое она сняла посмотреть только только мясо вампирская снимать не знаю насколько это в итоге эффективно в долгосрочной перспективе ближе к лейту но все равно забавно на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии увидимся с вами на следующих кастах всем пока